90 детей и подростков в Самарской области имеют диагноз муковисцидоз. Это наследственное заболевание поражает железы внешней секреции и сопровождается тяжелыми нарушениями функции органов дыхания. Для лечения детей необходимо качественное оборудование, и теперь оно появилось в городской детской больнице имени Ивановой. Вступил экспертного класса УЗИ-аппарат, который позволяет делать очень много того, что не позволяло имеющееся оборудование. Прекрасное видеоэндоскопическое оборудование. Ну и, естественно, для муковисцидоза это особые ингаляторы, это диагностические приборы, которые позволяют установить этот диагноз. Это элементы реабилитации у этих больных, потому что это тоже, в общем-то, очень важно в лечении этих пациентов. Такой подарок больнице сделали коллеги из Германии в рамках договора о сотрудничестве между обществом Запад-Восток Дбаден-Вюртемберг. Аппарат УЗИ и видеоэндоскоп способны на раннем сроке поставить правильный диагноз и приступить к лечению. Сегодня медицина шагнула далеко вперед, и если еще в начале 21 века больные не доживали до совершеннолетия, то теперь они отмечают 40- и 50-летние юбилеи. Я научился у своих пациентов, что доживаю до старости те пациенты, которые много двигаются, и я сейчас сам стараюсь больше ходить пешком по лестницам, ездить на велосипеде. Моя «старая» в кавычках пациентка до сих пор ездит на электровелосипеде и двигается. Это приводит к результату и к успеху. Еще в 2014 году немецкие коллеги подарили учреждению реанимобиль для новорожденных детей и микроавтобус. Также российско-немецкая программа подразумевает обмен опытом специалистами, так как в одном только Штутгарте, откуда приехала делегация, больных с этим диагнозом больше 200. На средства, поступившие в больницу из Германии, уже был отремонтирован бокс, где дети с муковисцидозом проходят лечение. Также по программе развития здравоохранения в Самарской области планируется построить еще один корпус детской больницы, что позволит докторам принять 200 пациентов дополнительно. Мариана Мирная, Сергей Баскин, События.